Предприниматели, осуществляющие свою деятельность в тюрьме, жалуются, что им мешает работать новое руководство. Машины с тюрем проезжают на территорию редко, а возведенные постройки собираются снести. В исправительном учреждении 158-7 сегодня содержится порядка 900 осужденных при норме 740. Здесь за колючей проволокой развернули свой бизнес 14 предпринимателей. В основном занимаются производством изделий из дерева. Работники, а это отбывающие наказание, получают зарплату, благодаря чему погашают иски или отправляют деньги родным. Однако, как говорят предприниматели, с приходом нового руководства у них начались проблемы. Запретили использовать электрические инструменты по дереву, машины с сырьем стали пропускать реже. Не принимает нас, мы даже имя его не знаем. Сам тоже нас не приглашал. Пару раз видели его, обратились даже. Господин полковник, можно поговорить? Он посмотрел на нас и ушел. Принимать нас не хочет, а документы заместитель подписывает. Я в основном занимаюсь завозкой леса. Как положено, складываем его, чтобы он был для досмотра пригоден. Ну, каждый раз все больше и больше препятствий создают. Ну вот, если я сегодня не завезу, получается, моя семья остается голодной. Я мог бы где-то еще поработать, но мне сегодня не заплатят, потому что и пешники, а они не завезли свою продукцию, соответственно, не вывезут, нету дохода. В простой времени. Руководство живоучреждения комментировать эту ситуацию на камеру отказалось, отметив, что все делается по законам. К слову, предпринимателям были выданы уведомления о том, что они должны снести пристройки до конца месяца. У кого есть пристройки, им говорят, уведомление дали, чтобы о освобождении пристроек. Теперь здесь все бьются за то, чтобы эти пристройки, они никому не мешают, хотят, чтобы все вручную выкапывали. Станки и моторы, это же дерево, это твердое изделие, а как они вручную будут, это уже у нас минус. Ну, это пристройки, они до этого начальника стояли, никто не трогал нас. Это новый начальник пришел и начал самого ничтать. Тем не менее, спустя несколько часов после съемок, группу предпринимателей приняли и пообещали решить все их вопросы. И даже это в департаменте уголовно-исполнительной системы комментировать не стали. Ильдар Акзятуллин, Кликубл Сержанов, Айкхан Акпарад.